На этой неделе отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме. Мы решили в нашей программе обсудить эту тему и пригласили в гости Елену Килину, врача-невролога-эпилептолога, рефлексотерапевта, заведующего отделением неврологии НИИ, педиатрии и неврологии «Дети Индиго» в Челябинске. Доброе утро, Елена Вячеславовна. Здравствуйте. Первый вопрос. Какая сейчас ситуация по диагностике аутизма? К сожалению, аутизм сейчас диагностируется чаще поздно. Причина в этом – медицинские учреждения недостаточно оснащены диагностическим оборудованием, испытывают нехватку в кадрах, в узких специалистах. Очень часто под маской аутизма маскируются другие заболевания, то есть сложна сама диагностика. Иногда аутизм можно принять за задержку речевого развития или различные формы аналей. Иногда шизофрении с генетическими заболеваниями. Иногда синдром гиперактивности ребёнка. И бывают ситуации обратные. Наоборот, когда совершенно здоровому ребёнку, который не имеет проблемы с головным мозгом, ставится диагноз «элементы аутизма». Но у нас есть и хорошие новости. Сейчас в Челябинске появилось диагностическое оборудование. Оно позволяет прямо с первых месяцев жизни у ребёнка оценить работу головного мозга. Елена Вячеславовна, давайте подробнее остановимся на этом способе диагностики. Расскажите о ней, в чём её особенность, в чём её уникальность. Диагностика вызванными потенциалами позволяет уже с первых дней жизни определить состояние работы головного мозга ребёнка. То есть она раскрывает для специалиста возможности головного мозга. Можно изучить такие глубокие структуры головного мозга, которые невозможно исследовать другими методами нейровизуализации у маленького ребёнка. И в дальнейшем спрогнозировать, как ребёнок будет воспринимать и воспроизводить речь. Эту методику можно назвать поистине революционной, потому что она может выявить на ранних этапах группу риска по аутизму, может мягко помочь скоррегировать эту проблему и не перевести её в более тяжёлые формы аутизма. Это что-то из будущего. Введем мозг и понимаем, куда движемся. Недорово. На каком этапе, в каком возрасте можно обратить внимание на то, что что-то не так или нужно? И на что нужно обратить внимание? Вообще существуют прямо характерные признаки аутизма, но что касается детей до года, этого бывает незаметно. Поэтому правильнее будет ориентироваться на возрастные нормы. То есть существуют нормы как и в моторном развитии у деток, когда они правильно держат голову, начинают переворачиваться, сидеть, ползать. Также существуют нормы в психическом и доречевом развитии. То есть как ребёнок до года пытается гулить, в дальнейшем ли питать, формируются первые слова, как у ребёнка формируется эмоциональный фон, как он реагирует на родителей, так называемый комплекс оживления, смех, радость, страх. И если ребёнок до года уже имеет какие-то задержки по высшеперечисленным критериям, то есть он не эмоционален, он мало гулит, мало лепечек, он мало интересуется окружающим миром, уже это должно родителей насторожить и, возможно, обратиться к специалисту, чтобы они его обследовали, назначили какие-то коррекции. Ну, конечно же, не только у нас методы обследования вперёд шагают, естественно, и методы реабилитации, наверное, какие-то сейчас есть новейшие. Расскажите об этом. Ну, вообще, к сожалению, в России к аутизму относятся, пытаются детей изолировать. Они находятся в специализированных учреждениях, да, там с ними работают опытные логопеды, дефектологи, психологи, им назначают определённое медикаментозное лечение. Но, как правило, нужного эффекта от терапии родители не видят. А есть какая-то альтернатива, правильно понимаю? Да, существует действительно не токсичная, не медикаментозная, неинвазивная, безболезненная терапия реабилитации детей, которая не наносит такой вред хрупкому здоровью наших маленьких пациентов. И, конечно, я бы советовала обращаться к тем специалистам, которые имеют широкий арсенал медицинской техники, хорошего диагностического и лечебного оборудования, хорошую команду узких специалистов. Ведь каждый ребёнок индивидуальный, и каждому нужно найти правильный подход. Нужно пробовать всё, потому что нет какой-то волшебной методики и волшебной таблетки для лечения аутизма. Используются аппаратные методики, то есть неведикаментозное воздействие на организм. Работает опытная команда узких специалистов, то есть это логопеды, дефектологи, психологи, психиатры, реабилитологи. Плюс используются новейшие медицинские технологии, например, биоакустическая коррекция. Это методика, которая позволяет в режиме онлайн считывать биологическую активность мозга и преобразовывать её в звук. То есть ребёнок на сеансе слышит, как работает его мозг. Тем самым он может сам скоррегировать нарушения в своём поведении. И вообще сейчас наиболее прогрессивные методики в коррекции аутизма и других, кстати, проблем в неврологии, это именно методики, основанные на биологической обратной связи, когда организм лечит сам себя. То есть мы просто помогаем организму найти причину патологии, и в дальнейшем уже сам организм начинает с ней бороться. А можно ли детей с аутизмом адаптировать к школе, и что нужно делать? Всё зависит от того, какая форма аутизма у ребёнка. Или это врождённые тяжёлые формы аутизма, или это просто небольшие аутистические черты. Всё зависит от того, в каком возрасте за помощью обратились родители. А что являлось причиной для развития аутизма. Конечно, если правильно диагностировать, если правильно подобрать схему лечения и реабилитации ребёнка, возможно, адаптация ребёнка к школе. Но здесь мы должны работать и дружить вместе с родителями, потому что ребёнку комфортно должно быть не только в лечебном учреждении, обязательно в семье. То есть родители должны быть нашими помощниками. А вообще, что вы можете сказать таким родителям, у которых дети? Не все же родители обращаются, не все родители замечают. То есть какие-то общие рекомендации, может быть, советы для родителей? Как только родители видят, что ребёнок начинает отличаться от своих сверстников, неважно в каком возрасте, необходимо вовремя обращаться к врачу, к специалисту, чтобы определиться, действительно это проблема. Или можно подождать. Или необходимо уже сейчас диагностировать, корректировать, лечить всё это состояние. Потому что чем раньше будет оказана помощь, тем лучше будет динамика, тем легче справиться с заболеванием. Задержка развития, аутизм, ДЦП, гиперактивность, передовые технологии обследований и уникальное лечение в НИИ неврологии и педиатрии «Дети Индиго». Мы помогаем, когда другие бессильны. 734-55-63. Спасибо огромное, Елена Вячеславовна. А мы напомним, что у нас в гостях была Елена Килина, врач-невролог-эпилептолог, рефлексотерапевт, заведующий отделением неврологии, НИИ, педиатрии и неврологии «Дети Индиго» в Челябинске. А сейчас пришло время новостей. Спонсор выпуска – российский производитель трикотажа «Рехина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова